Привет зритель! Сегодня у нас очередная история из сети. И на этот раз уж действительно чудная и непредсказуемая. Работал я на скорой помощи фельдшером, тогда я только начинал свой путь в медицине. Знания в голове свежие, молодой, поэтому и с работы справлялся на раз-два. Как-то раз поступает вызов, у бабульки давление скакнуло. Приехали, дверь открыла дочь, довольно привлекательная женщина, проводила к больной. Я провел осмотр старушки, измерил давление, оказал помощь. Короче, проделал все, что требовалось. Рекомендовал бабке постельный режим, покой и тишину. Все-таки возраст уже солидный, нужно больше заботиться о себе. Дочка предложила мне выпить чаю. Я парнишка молодой, тогда был. Как откажешь такой красавице? Тем более с этой работой никакой личной жизни. Прошли в соседнюю комнату. Хозяйка убежала на кухню ставить чайник, а я решил выписать рецепт бабуле. В комнате стоял полумрак. Свет был приглушен, горел только торшер. С детства я страдал близорукостью и носил очки. Но в тот вечер я забыл их внизу в машине и чувствовал себя, как рот, вылезший из норы. Но возвращаться за очками уже не хотел. Довелось думать на ходу. В полумраке в глубине помещения я заметил огромное кресло, а рядом журнальный столик. Проследовав к нему, я плюхнулся со всей дури в это, как мне казалось, уютное гнездышко. Но не успел я приземлить свой зад, как услышал зловещее шипение, визг и почувствовал, как что-то вцепилось в мою пятую точку. Подскочив, как ошпаренный с кресла, я машинально оторвал чудовище от своего зада. И в руке у меня оказался здоровенный, злобно шипящий и мяукающий котяра. В ярость я вкатил ему смачного пинка, и кот с визгом вылетел из комнаты. Сделав вид, что ничего не произошло, я устроился в кресле, прибавил свет у торшера и начал заполнять рецепт. Через пару минут вылетает хозяйка и с удивлением на лице говорит, доктор, что вы сделали с барсиком? Я напрягся, в голове мелькнула мысль, неужели раздавил котяру и сломал ему ребра или хребет? Но тут дама начала говорить мне слова благодарности и расхваливать, типа какой я хороший специалист, излечил парализованного кота, который уже год не ходит, и вся семья его таскает на руках до миски и до горшка. Что ни один ветеринар не мог понять, что у котейки занедуг? Я смекнув, что хозяйка не в курсе моего метода лечения и поняв, что котяра дурил все семейство, чудом удержался, чтобы не заржать. Намешав даме какой-то лапши про здоровье животины и допив чай, я поспешил удалиться. Прошло уже много лет, но об этом случае до сих пор рассказываю. Так сказать, запомнил на всю жизнь. А на этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт остроумно. Странички инстаграм и фейсбук, ссылки в описании.